Олег Манджорский. Я его полюбил дней десять назад. Со мной случилось чудо. Я никогда не скрывал своих этих самых проблем. Если я резу Венесей купаться, то это не потому, что мне нравится ледяная вода. Да я резу из отчаяния. Вот и всё. И получается следующее. Последние годы, месяцы, это касается всех тех, кто пережил коронавирус. Подчеркиваю. До коронавируса, вы помните меня, я горы сворачивал. После коронавируса я стал работать только чем? Языком, больше ничем. Я нанимал грядку у меня спахать, я нанимал пересадить. Я говорил, спили мне это самое, вот эту вишню огромную, которую местом много занимает. Уже меня его пилят. На части делятся. Стыдно, деньги плачу. Последние деньги. Десять дней назад, вспоминаем, о чём уже кто-то видел кино. Помните? Я на чурбане разбивал вот этот орех. Там, оказывается, довольно приличная мякоти. Сам не ожидал. Кто-то из вас, друзья, отзовитесь, ради бога, прислал мне фотографии, как он разбивает на чурбане орехи. Тоже помнил, какой получается великолепный результат. Пусть мякоти поменьше, чем эту. Наверное, раза в два, в три. Но у него качество необыкновенное. Я начал есть чёрные орехи. Чёрные манджурские орехи. И вы что, вы думаете? Каждое утро просыпаюсь. В Корее, там, деревню, купил машину дорогу. Ой, скорее бы на колодце. Вот. Всё кипит, внутри кипит. Откуда это? Совпадение. Я не собираюсь вам рекламировать таким путём орех манджурских. Да, их практически не покупают. Да, они в непрекрасной схожести. Вот. Но что получилось? Совпадение день в день. А я никогда не хитрю и не халтую. Вот. Здесь может быть прямая связь. Значит, чего не хватает за здоровье кому-то? Мякоти именно манджурских орехов. Давайте посмотрим дальше. Всё, что я говорю, надеюсь, по делу. В выборге встречаются манджурские орехи, но плоды чуть поострее, мякоти в них совершенно нет. Я как-то пытался их поесть, так мне пришлось иголкой нацарапать содержимого. У ВК Железова заказывал орешки, так там другое дело. И этот человек присылает мне фотографии. Вот это, наверное, моя посылка. Вот это. Я обычно полиэтиленевую. Пластики высылаю. Вот мои орехи. Буквы Ж. А с буквой В это, наверное, выборские сравнители. Итак, мы видим, что, наверное, какой-то степени деградировавшие орехи. А может, это самостоятельная культура. Почему нет? Другое дело, что пользу от неё, сами видите, иголкой его нацарапал, как не пытался есть. Вот. Значит, давайте, ребята, если кто большая партия, будет вам много орехов, пусть будет полсыны, кто большими партиями. Вот. И учитывая, что вот, а если это правда, а если эти 10 дней я хожу, глаза вылазят из орбит, потому что это когда один день, я не был только в деревне, я, ломка была настоящая. Там топор-то этот самый, там колун. По ломке дров. И ещё много работы. Вот. Если это не совпадение, если вот эта мякоть волшебная, почитайте, что про неё пишут. Она необыкновенная. Это набор витаминов, набор питательных веществ, которые не имеют ничего общего, с чем бы они это, не ели там таблетки и прочие лекарства. Вот. Я тогда подумал. Возьмём, допустим, хорошо бы иметь ещё люди, альтруисты. Среди нас олигархов нет. Вот. Ну, 10, 20, 50 орехов. Схожесть 100% практически посаженная осенью. У меня соседка, которая эта, я говорил, что у меня несколько ведра я взял, а потом от задности ещё прикупил у неё три ведра. И она мне годом раньше говорит, что мне делать. А у меня их никто не покупал. А у неё было ведро, она собрала орехи сухие. Сухие, сухие, сухие. И в ведре осталось зимовать на зиму. Просто стояло ведро. Ничего с ними не случилось. Весной, когда она мне показала где-то, допустим, в мае, они все вот так вот, всё, как сказать, лес оттуда из ведра рос. Лес настоящий. Их не садили даже. Это какая сила жизни? Ну, потом, естественно, я отказался покупать это. Вот. А как саженцы, потому что их никто не покупает. В этом году купили штук десять. Саженцы, кажется, по пятьсот рублей. Но орехи-то, господи. Маленькая партия. Тридцать рублей орешек. Большая партия, допустим, двадцать рублей. Совсем большая. Пятнадцать рублей. Ну, кто-то должен засадить сквер, аллеи. Дачу можно обсаживать снаружи. Ведь это всё, это всё здоровье. Ведь я же ещё не вспомнил про зелёную оболочку, которая синейшая. Вот. Растворил в этом спирте. Вот вами это, больные ноги, больные колени, большие, больные плечи. Вот видите, сколько я наговорю. Я знаю, что будет потом. Пройдёт день, два, три, ни одного заказа. Это при том, что я говорил всё от души. Вот. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова